Шалом Увраха! Сегодня мы говорим о Йом-Кипур. Что такое Йом-Кипур и в чем его смысл? Вы, наверное, хорошо знаете, что есть как бы два этих главных дня в нашем году. Это Рожа Шана, то есть начало года. В этот день, это день Суда, то, что называется Судный день. Обычно люди по ошибке называют Йом-Кипур Судный день, но это ошибка. Судный день это Рожа Шана. А Йом-Кипур это день Всепрощения. Это когда Всевышний прощает нам наши грехи. Не судит нас в этот день, а прощает. И есть такая история в Гмаре, в трактате, я сейчас вам скажу, это в Иерусалимском Талмуде, в трактате Синедрин на 51-й странице. Там рассказывается о том, как был такой грешник, которого звали Минаше. Он был царем Израиля. И этот человек, он был буквально исчадием ада. Очень-очень много такие грехи страшные делал. Я вам дам такой маленький пример. И есть такой пророк Ишаяу. Он был дедушкой этого Минаше. Так вот он этого пророка Ишаяу, своего дедушку, перелезал пилой. Его голову перелезал пилой. Так он его убил. Судный был, конечно, ужасный человек, ужасное существо. И вот как-то Всевышний послал ему на него войска, войска другую, там ОМОН. Извините. По-моему, да, по-моему, да, это армия ОМОНа. И вот они его поймали. И решили, и думали, как же его убить поинтереснее. И они решили его просто сварить. Поставили там такой котел, его посадили туда, начали постепенно нагревать его. И этот Минаше, он молился разным богам. Потому что он был идолопоклонником. И он молился этим идолам, чтобы его спасли. И, конечно, его ничего не спасло. И тогда, в последнюю минуту, когда он уже почти-почти, вот он уже сейчас начнет булькать, там, когда вокруг него будет вода закипать, он вдруг подумал, а почему бы не помолиться Богу? Вот мой отец мне говорил, и его отец был праведником, его звали Хискияу Амелеха. Почему бы мне не помолиться Богу? А вдруг он меня спасет? Кто знает, может, он действительно и существует. И он помолился Богу. И тогда Всевышний ему как бы прорыл туннель. В духовном смысле. То есть, в обыкновенном плане, его молитва не должна была быть принята. И он ни в коем случае не должен был быть спасен. И это то, что говорили все ангелы тогда, там началось ему... Все ангелы начали закрывать, как бы, двери божественного дворца. Но это, конечно, все метафора, да, это не на самом деле. Они начали закрывать двери, окна божественного дворца. Но все равно Всевышний ему прорыл как бы туннель под своим троном. И его молитва дошла до него. И он его спас. Там вдруг эти армия, вдруг они услышали шум, они подумали, что кто-то их атакует. Они побежали, начали бежать. И вдруг стало тихо. Этот Минашей открывает крышку, смотрит, никого нет. И он вылез. И тогда, когда он вышел оттуда, он сказал, «Да, я вижу, что есть правда, есть истина, есть суд и судья». И этот случай дает, как бы, ключ к понятию того, что неважно, что ты сделал. Ты мог быть самым страшным убийцей, самым поклонником, все что угодно. Но если ты сделаешь чугу, тебе все может проститься, и это стирает все. И вот эту идею я рассказывал в Махон Мире, преподавал здесь, в израильской группе. Когда я рассказал эту историю, и все это рассказал, сидел там один парень, один из учеников, который говорит, «А вы не думайте, что это не честно, что это не по правде?» Несправедливо. Несправедливо, да. Что это несправедливо. Ведь что значит, что Всевышний прощает? Да, вот представьтесь, там, какая-то женщина, которая говорит, там, «Убийца моему мужу». Он сейчас сказал, «Да, да, я прошу прощения, и сейчас все». Он будет праведником, сразу он попадает после смерти в рай. Он не получает никакое наказание. Это вам кажется справедливым. Я ему говорю, что не имеется в виду, что все прощается. Не это. А йом-ки-пур – это не прощение, а это исправление. Человек делает, исправляет то, что он сделал плохое в этой жизни. Что значит исправляет? Это значит, что мы понимаем, что любое действие, которое делает человек, состоит из двух компонентов. Это само какое-то решение сделать какое-то действие. И само действие. И вот это делает или его грех, или его заслугу, митцву. Если не хватает одного из этих элементов, то это не считается грехом, не считается заслугой. То есть поступок, так бы то можно сказать, да, само понятие, поступок, он состоит из двух элементов. Всегда. И мы несем ответственность за свои поступки, не за свои деяния. Чем отличаются деяния от поступка? Тем, что деяние может быть каким-то автоматическим, чем-то чисто физиологическим. Человек уснул, и когда он спал, он подвинул руки и разбил кувшин. Это поступок? Нет. Это деяние. Это его тело сделало этот поступок, это действие. Когда мы, когда это называется поступок, что человек что-то сделал по правде, это когда он принял решение и его воплотил это решение. Но если это было только решение, и он его никак не воплотил, то это тоже не считается поступком. Ну хорошо, я хотел кому-то дать подарок. Очень-очень хотел, хотел, хотел и не дал. Разве это называется подарок? Нет. И наоборот, так же. Поэтому мы понимаем, что чува, на самом деле, это не прощение, что Бог нас прощает. А это исправление. Мы понимаем, что мы что-то сделали плохое, мы анализируем это и хотим это исправить. И мы говорим, да, то, что я сделал, было, это произошло в действительности, но я хочу изъять из этого поступка свой выбор. Я с этим не согласен в душе своей. Я протестую против этого поступка. Я не могу изменить свое действие, потому что оно совершено и все, ничего тут не поделаешь. Но что дает этому поступку его силу? Что его делает Митсва и Лавера? Мой выбор, где присутствовала моя личность, моя душа. Я хотел этого чего-то. То есть этот мой главный грех не в том, что из этого произошло, там что-то кто-то умер, или я что-то разбил, что-то украл, что-то сказал. Не в этом мой грех, а в том, что я хотел его сделать. Потому что если была бы та же ситуация, абсолютно тот же результат, сто процентов, да, тот же человек был бы мертв. Муж этой женщины, о которой я сейчас говорил. Но я бы доказал сто процентов, что я при этом никакого выбора у меня не было. Тормоза отказали, я не мог его не задавить. Я не мог этого не сделать. Это не мой выбор, не мой поступок. То тогда в этом отношении человек не является ответственным за то, что было сделано. Мы это понимаем, это все логично. Каждый человек понимает, что если что-то ты сделал без выбора, то ты за это не ответственен. А вот, когда мы делаем чуву, то мы делаем чуву по отношению к тому, что был выбор. Ведь тогда, когда я его сделал, я что-то сделал плохое по выбору. Так вот, сейчас чува заключается в том, что я как бы еду обратно во время, во времени, возвращаясь во времени к тому моменту, когда я делаю этот грех. И я изъемаю из этого греха мое решение, мой выбор. И вот когда я таким образом говорю, я к этому никакого отношения не имею. Я против этого, я хочу это исправить, то, что возможно, если можно что-то исправить. И я хочу, я очень сожалею о том, что произошло. Я хочу это все изменить. И я беру на себя, что в будущем этого сегодня никогда не буду делать. Я отодвинусь от этого на максимальную дистанцию. То это доказывает, что на самом деле ко мне это не относится. Да, грех был, результат ужасен, но это не я его сделал. В этом суть чувы. И тогда говорит мне этот парень, который мне рассказывал, который сидит там на уроке. Он говорит, как так может быть? Как это так? Ты поехал обратно во времени, изменял свое желание. Разве это, разве есть такое, что так что-то делается? Разве мы можем что-то так изменять в действительности? Я не могу сказать, вот, да, я продал вам эту машину, правда, а вот сейчас я хочу ехать обратно во времени и изменить свое решение. Я хочу эту машину обратно. Нет. Если это была заключенная сделка, то она заключилась. Невозможно сказать, я хочу изменить свой выбор. Такого быть не может. И точно так же и в других вещах, как, скажем, там, свадьба. Человек женился, он говорит, а я сейчас изменяю свой выбор. Нет, это нужно дать развод, нужно изменять. Ты не можешь сказать, изменить что-то в прошлом. Но дело в том, что есть такое выражение в Гумаре, которое говорит, что есть как бы несколько вещей, которые были сотворены в нашем мире. Первое, что Всевышний сотворил. Вот, да, есть целый список первых вещей, которые что-либо было сотворено. Это небо, землю, воду, тьму, свет, бездну, там, все, что там описывается в Торе о том, что когда Всевышний сотворил мир. Это были первые вещи, которые были сотворены. А потом, есть в другом месте, Гумара говорит, а есть вещи, которые были сотворены до того, как мир был сотворен. Не первые вещи, а предшествующие всему. И это было семь вещей. Это был рай, ад, Тора, престола, престол Всевышнего, Чува, Машиах, имя, имя Машиаха. Я не помню, как по-русски сказать. Тора, Чува, Ганеден Гейном, Кисы, Кавод, А, Бетамикдаш, да, и храм. Да, и храм. И вот эти семь вещей были сотворены до творения мира. Теперь, мне интересно, видите ли вы разницу между первыми вещами, которые были сотворены в мире, или до сотворения мира? В чем разница? Кому-то, у кого-то есть идея? Еще раз. Есть несколько вещей, которые были сотворены в начале творения. Это тьма, свет, земля, небо, бездна и так далее. Есть первая вещь, вода, это вещи, которые были сотворены первой, что сделал Бог в этом мире. А есть семь вещей, которые были не первыми, а предшествовали сотворению мира. В чем разница, они предшествовали, или они были первыми? У кого-то есть идея, мысль? Это все абстрактно, да? Ну, понятно, все абстрактно. Тов, я не буду вас мучить. Первые вещи, которые были сотворены в этом мире, они были сотворены в рамках мира. А то, что предшествует миру, было вне рамках, то есть вне всяких законов. То есть законы времени на них не действуют. Ведь небо, земля, свет, тьма, это все в порядке этого времени. Это как есть физики до Большого Взрыва и после Большого Взрыва. Сразу же после Большого Взрыва создались законы физики. А ведь до Большого Взрыва не было законов. Это называется сингулярная точка, в которой нет никаких законов, невозможно спросить, когда, что предшествовало этому. Понятно? То есть есть такие вещи, которые предшествуют духовным законам этого мира. И вот одна из этих вещей, она называется исправление, чува. То есть что значит чува? Чува – это возможность вопреки законам вернуться обратно во времени и изъять из моего поступка мою личность, мое решение, мое деяние, то, что связывает этот поступок со мной. Понимаете, нам это очень трудно представить себе, потому что мы мыслим в категориях, что ну вот я что-то сделал, то это все. Потому что мы уже как-то говорили об этом, если вы помните, что идея чувы – это единственная идея такая во всей истории человечества. То есть нет ни одной другой культуры, у которых есть идея чувы. есть идея искупления или идея прощения. Бог или боги вам что-то прощают. Но нет такого понятия, что ты можешь изменить что-то в прошлом. Ведь чува… Вы знаете, нет этому понятия, нет перевода ни на один язык. Потому что переводят все «возвращение». Но что значит «возвращение»? Ведь это… Нет в этом смысла, да? Ты там… Я разбил кувшин, и сейчас я сделаю «возвращение». Исправление. Исправление? Исправление, да. Исправление. Но есть такие вещи, которые невозможно исправить. А? Смешно, вы видите, например, перед смертью совершить шуму? Да, да, да. Да, да, да. И сразу «врай». Да. Ну, я же рассказывался зря, если с ним не жалю. Да, 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 да. Ну, жаль, жаль мне их, жаль, я их в мешок жаль. Да, 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 да. Вот как мы наши рассказывали. Да, 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 да. Очень, это очень хороший вопрос. Вы правы, прекрасный вопрос. Ну, и я вам из-за этого должен сделать, как бы, как бы, как бы, объяснить эту ситуацию. Проблема в том, что, начну так, есть принципиальная разница между евреями и неевреями. То есть, если бы Гитлер, например, да, теоретически, он мог бы быть евреем, например, да, сделать все, что он сделал, все евреем, вдруг, получается, это мог бы, там, я знаю, какой-нибудь, троцкий быть евреем, да, Гитлер евреем, допустим. Хотя, я думаю, что теоретически это тоже нереально. Еврей, наверное, в какой-то момент, в какой-то, может быть, там, в какой-то, может быть, он бы этого не сделал. Но, допустим, был бы евреем, и это он делает, да. И он в последний момент говорит, да, да, мне жаль, я прошу прощения, я сожалею, я хочу все это исправить, если можно, да, и сразу попадает в рай, да, как бы. Дело в том, что, если бы он это сделал, тогда он был бы в рай, верно. Но, мы знаем, что это было бы невероятно, нереально. Он не мог сделать это и чуву, потому что есть такая вещь, которая называется икув чува. То есть, Всевышний делает так, что человек не хочет сделать чуву. Это он не вмешивается в его голову, а это он создает, то есть, Всевышний, то есть, это почти никогда не бывает, это совершенно нереальная ситуация, чтобы Всевышний заставил человека принять какое-либо решение. Это был последний раз такое, это было 3300 лет тому назад с фараоном, когда он там после пяти ударов, в последний момент, он ему для того, чтобы это осталось в истории, он ему закрыл, как бы, свободу выбора, забрал у него свободу выбора. Но до этого момента и после этого момента почти такого никогда не было. Всевышний может делать все, что угодно вокруг вас, но вне внутри. Он может создать такую ситуацию, что вам будет казаться, что это самое правильное решение, но всегда это будет вне вас. И ему как бы, мудрецы говорят, что ему как бы легче раскрыть море, чем сделать человеку какой-то, дать ему мысль, сделать какой-то выбор. Поэтому всегда любой выбор любого человека в любой ситуации это его личный выбор. Но он может сделать так, чтобы вам показалось, что это так, что так должно быть. Ну вот, например, после первого удара, когда был в Египте, там кровь встала, то сказано, что к нему пришли его волхвы, его там советники, сказали, мы тоже можем такое сделать. То есть он сделал вокруг него ситуацию, что ему показалось, что так правильно делать. Понимаете? То есть он делает так, чтобы человек по ошибке принял неправильное решение. но это только только когда во внешнем мире. И вот это называется, эта ситуация называется икув чува. То есть когда ему мешают сделать чуву. Он ему, Всевышний, мешает ему сделать чуву. А если бы человек, несмотря на то, что ему мешают, сказал бы, нет, а я хочу сделать чуву, то ничего бы ему не помогло. То есть этому, наоборот, ничего бы ему не помешало. И он бы, да, попал в рай. просто эта ситуация теоретически почти нереальна, чтобы кто-то мог как бы перешагнуть те условия, которые ему Всевышний сотворил вокруг него. может быть он бы Гитлер, например, допустим, хочет сделать чуву, а Всевышний бы ему там послал людей, которые бы там кричали ему иди сюда быстро, быстро, вот ты сейчас можешь спастись или вдруг собака на него набросилась или что-то произошло. Он бы ему не дал сделать чуву. Но если бы тем не менее вот собака его кусает и там взрываются вокруг него и красные там бегут за знаменами, а он понимает, что происходит и он говорит, я хочу сделать чуву. Да, все бы стерлось. Допустим, хочет, как Хазар Большуа, и вот на его пути во время того, как он Хазар Большуа, на его пути постоянные проблемы к тому, чтобы сделать чуву. Да. Зачем Всевышний когда делает вот эти проблемы? Да, 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 это очень хорошо. Да, да, очень хорошо. А я вам скажу такое. Понимаете, это, это, есть такое как бы ощущение несправедливости. Ну, хорошо, там, он кого-то, там, он кого-то там убил и что-то плохое сделал, и сейчас он говорит, да, да, я прощу прощения, я больше так не буду, и все, и все стирается. Как таково? Это несправедливо. поэтому, как бы, есть такой цедек, да, как бы, справедливость протестует против этого. И поэтому, для того, чтобы доказать, что он не просто там стучит себе в грудь и просто жила, и просто плачется, и просто там просит прощения, а на самом деле он как бы в мощи своей делает настоящую чугу. Вот тогда это возможно, только когда ему мешают сделать чугу. Потому что, если не мешают, если все дороги открыты, то создается ощущение, что это несправедливо. Поэтому должно, ему должны мешать. Это называется кув-чува. Но дело в том, и пишет Акрав Кук, что человек, которому мешали сделать чугу, если он, тем не менее, ее делает, то он находится на уровне духовном намного выше того, который сделал чугу и ему не мешали. Вы, наверное, знаете, что по отношению праведник и бальчува, то бальчува на более высоком уровне. Вы вам говорили, да? Но вот так как как есть разница между бальчува и праведником, так же есть разница между бальчува и бальчува, которому мешали сделать чугу. Такая же разница между ними. А почему это так? А дело в том, что мы, понимаете, вот почему мы чувствуем какую-то несправедливость в этом все? Как? Вот он там убил 6 миллионов, 6 миллионов только евреев, а еще не евреев, там, он убил из своих немцев уничтожил, 10 миллионов немцев, русских 20 миллионов убит. Как же так? Разве это справедливо? Но дело в том, что мы выросли в такой культуре, в такой атмосфере, когда нам кажется, что главное в этом мире это материя, это действие. Даже если мы верим в Бога, но мы, нам кажется, что все же самое главное это не твои слова, а твои действия. Что мне от твоих, твоего выбора, что мне от твоих, от твоей души и там твоего решения? Ведь главное, что ты наделал, понимаете, вот этот подход, когда мы относимся к человеку, как бы говорим, что суть его это не в выборе, не его духовный мир, не его личность, а вот его жизнь. И поэтому нам это трудно понять, как же так, это несправедливо. он сделал чуву и все ему с ним стирается. Но если мы подумаем и поверим на минуту, что я это не тот, кто сидит здесь сейчас на стуле, это не мое тело, это не мои деяния. действия, так, как говорят там, что человека проверяют по его действиям, не по его словам, всевозможные такие разговоры есть, да, как бы главное в тебе это в принципе твое проявление, твой дух, твой физический мир. а если мы поверим на минуту, что главное в нас это не наше действие, а наша суть, наша личность, вот если твоя личность главная, и ты делаешь исправление по сути, по правде, по настоящему, личность проявляется через действия, это только проявление, но мы не можем себе писать на минуту, что Гитлер, он все это делал, но он был добрый, хорошим человеком, меня внутри, он жалел всех, в картине даже писал, да, верно, верно, мы не мы, это я согласен с вами, на сто процентов, но есть все же ситуация такая, когда я могу представить себе такую ситуацию, что он, он или кто-либо другой, но я сейчас не говорю про Гитлер, потому что это действительно был Амалек, которому там нет никакого прощения, я сейчас говорю теоретически о злодеи каком-нибудь плохом человеке, может ли быть такая ситуация, что после того, как он это все сделал, плохие вещи, он по правде изменился, по правде сказал, а я сейчас другой, теоретически наверное все условно да, теоретически да, верно, я согласен, сложно представить, верно, потому что мы живем в такой атмосфере, в такой культуре, в такой жизни, когда нам говорят горбатого могила исправить, это идея, это то, на чем мы выросли, мы выросли так, что не может быть изменения, потому что человек говорит, окей, я тебя прощаю, я понимаю, но ты мне близкий к моим днём, да, верно, верно, вы правы, действительно, он не может исправить эту ситуацию, вы правы, но мы отождествляем человека с тем, что он сделал в этой жизни, а иудаизм говорит, нет, ты не есть твои деяния, ты что-то намного больше, бесконечное, светлее, ты бесконечная душа, а как же ты сделал это плохое, да, мы можем спуститься, докатиться до такого состояния, когда мы можем там убивать, не знаю, все, что угодно плохое делать, быть исчадием надо, мы можем туда упасть, но это не есть наша суть, и вот чува это возможность стать другим, другим человеком, мы говорим, ну как, как же другой, вот это тот же самый, и вы правы, и действительно, в еврейском суде этого другого повесят, если там его убьют, если он убийца, он сделает чуву, скажет, да, я прошу прощения, я больше не буду, ничего, хорошо, да, ты действительно, ты по правде больше не будешь, мы тебя убьем, ты больше не будешь, правда, еврейский суд этого человека убьет, но мы сейчас говорим не о суде в этом мире, или в этой, или в этой действительности, мы говорим сейчас о другой, о другом измерении мира, измерении мира, которое называется душа, духовная, вот там, если он сделал изменение здесь, влияет это? Конечно, там можно даже дойти до того, что, например, он говорит, так я убивал не потому, что я хотел это убивать, а для Всевышнего может быть, так вот, это цель, ну как бы, это было на воплощение, я должен был убивать этих людей, чтобы вы справились, чтобы на вас это как-то повлияло, я не совершен инструмент, как бы, не было выбора, ну как бы, Смотрите, если, понимаете, если у него действительно не было выбора, то Всевышний знает, это правда или нет, тут невозможно обманывать на верхнем, на верховном суде, но мы понимаем, что такого быть не может, потому что быть, потому что всегда у любого человека есть свобода выбора, и он несет свою ответственность не за поступки, извините, не за деяния, а за поступки, то есть за то, где у него была свобода выбора, и если подумать хорошо по правде, то не может быть по-другому, понимаете, то, как мы мыслим, мы мыслим правильно в категориях этого мира, и в категориях этого мира он должен получить наказание, его убьют, а что вы можете сделать с Гитлером, ну вот вы его поймали, представьте себе, что вы сегодня бы поймали его живым, его бы повесили на Красной площади, допустим, ну что бы ему сделали, его бы мучили, его бы тыкали такими раскаленными иголками, вряд ли, правда, может, а кто-нибудь на него набросил, ему дал по морде, но в принципе, что бы его бы, Сталин бы его лично своими руками его сжег бы спичками, с сигаретами, нет такого ведь, но его бы портлели национальном публичном работе, да, да, проходили, плевали бы, то, то, ну и что, ну и что, разве можно сравниться хоть какой-то грамм с тем, что он на самом деле сделал, ничего, максимум, что бы ему могли сделать, повесить, поэтому это не такая ситуация, что вот там Гитлер, иудаизм, мы ему все прощаем, а вот мы, если бы им что-то тем делали, ничего бы не могли с ним сделать, а настоящий суд, это не суд над телом, что ты его повесишь, он сам себя повесил, сам себя убил, какая разница, это нет большой разницы, рядом или повесился, настоящий суд, это над душой, и вот сейчас мы говорим все о душе, вот это Йом-Кипур, Йом-Кипур не говорит, все, тебе ничего, все будет хорошо, мальчик, нет, это говорит тебе, что Йом-Кипур, что главное твои решения и все, что ты делаешь, это на уровне души, и сделай там изменения, работой, это не день прощения, это день работы, и поэтому, если вы, наверное, послушайте хорошенько, вы увидите в молитвах, все время говорят, авода, шелько генгадол, авода, это называется работа, так и называется, это день работы, когда мы хотим по-настоящему быть чистыми, чистыми. Тоф, на этом мы закончим. Су-ну,